После празднования Нового года и Рождества наступает время убирать новогоднюю атрибутику. Первое, с чем приходится, к сожалению, расставаться, это с новогодними деревьями. Ну, с искусственными, тут как бы все понятно, они отправятся на антресоли на целый год, или в подвал, или в кладовку, дожидаться следующего Нового года. А вот что делать с натуральными соснами и елями? Можно ли их применить вторично? Об этом далее в нашем сюжете. Пробили куранты, отгремели салют, и Новый год полностью вступил в свои права. И привычной картиной становится наличие на контейнерных площадках сосен и ели, которые еще вчера создавали нам атмосферу праздника. Быстро опадающие ели первыми покидают наши дома и квартиры. Сосны стоят дольше, но судьба неминуема у всех одна. К сожалению, у нас еще не дошли до того, чтобы перерабатывать новогодние живые деревья, как в некоторых крупных городах. Из них производят в последующем удобрения для сельского хозяйства, сырье для древесно-стружечной, плитки, упаковки, топливо, косметические средства и лекарственные препараты. Судьба наших деревьев – попасть на мусорный полигон. У нас вот у соседей куры. Мы им отдаем, они подстилку делают, также заваривают им, дают пить. Это же тоже все полезное. Там вещества полезные у них, как бы для животных. Вот это вот все. Это же все природа. Светлана занималась продажей елок перед Новым годом. Но реальность такова, что уже 1 января оставшиеся елки никто не купит. И их приходится или выбрасывать, или искать применение. В позапрошлом году, к примеру, отдали елки в церковь. Там они вот на 7 января, на Рождество, украшали церковь. Они нас поблагодарили, сказали большое спасибо. Мы вот бесплатно отвезли. Но еще можно отдать в зоопарк елки. Однако в Карагодинском зверинцы предупреждают, что животные не едят деревья. Мы принимаем ели, хвойные деревья. Для чего? Мы принимаем желательно не у частного лица, где елочка в доме постояла, была обвешана всеми игрушками, мишурой. И которые обязательно останутся на деревьях, так как это хвойное дерево, и вытащить все это, вы сами понимаете, невозможно. И это нанесет большой урон нашим животным. Мы с удовольствием возьмем хвойные деревья у тех людей, у предпринимателей, которые не продали живые свои елочки. Почти каждому животному попадает елочка. И да, ели предпочтительней сосен из-за мягкости. Животные играют с душистыми растениями, наслаждаясь фитонцидами. 200-300 растений зоопарк готов принять, но не более. Деревья выгрузят на склад и порционно будут использовать. Тиграм или львам хватит этой елочке раздербанить ее буквально час. Они будут ее и в домик заносить, и с домика вытаскивать, и вот прыгать на домик. Медведю мы сейчас накидаем этих деревьев, хвойных. И вот они будут первые прям час, два, три прям бегать, таскать их везде и в глубину, и поднимать и на домик, и везде. Но наблюдать, как они играются, это нечто. Это же живые существа и что-то новое, как для нас, какая-то для ребенка игрушка, так и для них. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал.